Аплодисменты Торгаша, собственно, вот эту же мысль развивал и Александр Геевич. Мне кажется, уместно поговорить немножечко шире, что есть русская культура как способ организации жизни на данной территории. И, соответственно, в чем заключается национальный миф, вот как бы базовая вещь, по которой мы существуем тысячу лет. У одного автора я встретил такую версию, как устроено, по крайней мере, пространство Евразии. Он полагает, что есть миф средиземноморский, это поход за золотым руном и успешность человека, то есть ты пошел, ты предпринял некое коммерческое предприятие, соответственно, ты добыл сокровище, ты молодец, твоя жизнь удалась. Есть нордический, германский миф о проклятом сокровище. Да, ты пошел в поход, убил всех врагов, выкопал сундук золотом, но тебе придется за это все равно ответить. И есть вот в этой версии миф русский, миф о богатырях. Ну, соответственно, в переводе на там образы более понятные нам, это миф о государственной службе. Поэтому вот один очень близкий человек меня регулярно поправляет, когда я в полемическом задоре, там бывает, говорю, вы говорите, что я путинист, да, я путинист. Он говорит, нет, говорит, слишком мозг неправильно. Не путинист, а государственник. То есть мы люди, мы смертны, как бы наш путь в любом случае ограничен, но есть некая основа, некая сверхидея, которая объединяет поколения. И, собственно, имена и образы государей, хорошее русское слово, могут меняться каждое поколение, условно, каждые четверть века, но суть не меняется. Поэтому, вот возвращаясь к Али Пугачевой, здесь не только разговор о том, что культура, основанная на героике, ушла и там была заменена персонажами из фильма «Гараж», которые хлистались, значит, за место в гаражном кооперативе. И вот этот вот поздний человек, для которого там поступком, значит, являлась, когда пожилой профессор выходил и говорил, что «Марина не любовница моя, но жена, о боже мой, все рукоплещат, как круто». Не в этом суть. И вот эта вот коллективная Алла Пугачева и наследовавшие ей, и которые составляют, я думаю, гигантское большинство, в том числе и в правящих элитах, это люди, которые желают служить собственному брюху, собственному личному успеху, собственной частной жизни, а государство поколениями, десятилетиями, а я боюсь даже столетиями, ошелемовывалось русской интеллигенцией. То есть, той самой, да, великой русской культуры XIX века, за исключениями редкими, государство было словом ругательным, власть была словом ругательным, служба государственная была, в общем, неким там зашкваром. Вот, собственно, как бы причина и того, почему и Советский Союз взлетел в 30-е, 40-е, 50-е, потому что, несмотря на и абсолютно противоестественную сущность, и вымороченность красного проекта, извините, если я кого-то обижу, но русскому человеку это было понятно и близко, потому что было государство, которому он готов был служить, за которым он готов был воевать, строить дороги сквозь тайгу и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А потом все это сменилось, и государство объявили ничтожным. И поэтому теперь нет даже иммигрантов, есть релоканты, они себя так называют, мы релоканты. Поэтому, если говорить о пропаганде, то, чем я занимаюсь, ну вот Эдуард Баяков, он как бы знает этого, мою любовь к всему прочему, но он понимает, что он русский предприниматель, он русский банкир, он русский промышленник. Он не фридман, условно, и не потанин. И можно взять там любого из списка форсов. Насчет Павла Третьякова я даже не соглашусь, скорее, потому что культура старообрядцев, она, в общем, скорее была антигосударственной. И русская революция приключилась потому, что старообрядцы царенаправленно с десятилетиями разрушали империю. Это мы придумали Павла Третьякова, как человек, который служил государству. Никакому государству он не служил. Он собирал коллекцию для себя, а потом, да, вот, широким жестом подарил ее городу. Это, неважно, мифы разные бывают, вопрос, как мы их воспринимаем. Я говорю о том, что любой там промышленник, миллионер, миллиардер, чем бы кто ни занимался, ему есть место в нашей жизни, там, ну, как бы достойного всяческого уважения и почета, если он сам для себя, ну, вот, свое жизненное задание понимает, как служение не просто Родине, не просто там в земле, где я родился и вырос. То есть люди могли родиться там в одном месте, вырасти в другом, а на старости лет оказаться в третьем. Ну, то есть, говоря о советском поколении, ну, вот, там, вышеупомянутый Михаил Маратович Фриман, он кто? Ну, политические украинцы от него отреклись, сказали, что он гадина и мразь. Он родился и вырос во Львове. Он стал, как бы, вот, взрослым человеком и заработал состояние в России. Половину жизни он прожил в Лондоне. Он кто? Ну, вот, сейчас ему опять приходится учиться быть русским. Русским предпринимателем. Вот так вот. Но, по большому счету, задача, которая там перед нами, перед всеми стоит, она совершенно там титаническая. Я даже не понимаю, с какого богу к ней подступаться, потому что, ну, все находятся вот в некой рутине. Там люди, которые занимаются управлением государством, вот, вот, бюрократия тоже называется. Они делают карьеру, вот, они выполняют свои какие-то поставленные задачи. Они сложные. И им, как и всем прочим обычным нам нормальным людям, некогда думать обо всяких абстракциях. Кто-то им должен предложить образ, кто-то их должен обласкать, сказать, что вы не чиновник, вот, беру в кавычки, негативная коннотация. Вы государственный служащий. Ты государству служишь. Ты многим жертвуешь. Ты мог бы быть богаче. Там, мог бы быть свободнее, интереснее распоряжаться своим временем. Но ты посвятил свою жизнь государству. Вот, помимо всего прочего, мы называем героями, там, тех, кто воюет. И это просто, это легко и приятно. То есть солдат, там, офицер, генерал, сражающийся на фронте, он, как бы, вот, это понятный архетип. Но человек, который служит государству, стране, на маленькой незаметной должности, него, как минимум, не надо плевать. То есть не надо сразу кривиться и говорить, там, сволочь какая-то, которая на взятке живет. А может, не на взятке. А может, нет. Получилось немножечко сумбурно, но вот такие мысли слух. Спасибо.